Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Сухоруков Григорий Михайлович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Литературная обработка Станислав Смоляков Опубликовано 30 сентября 2020 года Часть 2. Начало пути Новые взгляды Летом 1934 года я поехал сдавать вступительный экзамен в Орловский сельскохозяйственный техникум. Моя принадлежность к крестьянскому роду взяла верх в моём выборе будущей профессии. На этот выбор оказал влияние и мой старший брат. Он знал какого-то агронома, наезжающего на село, и рассказывал мне, как он хорошо живёт. Жить хорошо, по нашему тогдашнему понятию, это иметь самую необходимую материальную базу для существования. Непосредственно в селе агронома тогда не было. Он наезжал из района, то есть из Мценска, и вёл себя главным образом, как начальствующее лицо. Все приезжающие из города, а их приезжало много, назывались «уполномоченными» по заготовкам, по контракции, по сдаче шерсти, молока, мяса, зерна, по сбору денежного налога и другие. Уполномоченные в наших глазах – это была личность, которой может многое. Одежда, упитанность говорили о том, что им неплохо живётся. Представление моего брата – это был достижимый идеал для меня. Я согласился с этим предложением. Собирали меня суетно. Денег мне дали только на дорогу, туда и обратно. Уезжал я на две недели. В большом полотняном мешке, перевязанном бечёвкой, я вёз с собой ковригу хлеба, банку масла, курицу, яйца. Кроме этого, ещё фанерный самодельный чемодан. «Мценский, – говорил брат, – я тебя посажу, а там потихонечку доберёшься». До этого я видел поезда издалека, дослушал продяжные гудки паровозов, которые доносились иногда до моего слуха, когда я пас корову в поле. Эти гудки наводили на меня какую-то приятную тоску, а другой – ещё непонятной для меня жизни. Но она есть, она лучше нашей, и вот теперь я должен был вступить в неё. Поезд проходной, стоянка какие-то минуты. Люди спешили войти в вагон. А у меня мешок с объёмной круглой ковригой застрял в двери. Брат меня с перона подталкивал. Его без билета в вагон не пускали. Пассажиры на меня покрикивали. «Давай, давай, парень». Я потом об этом эпизоде смешно рассказывал и назвал эту объёмистую круглую ковригу, застрявшую в двери вагона, тормозом Казанцева. Это было написано на вагонах. Именно эти тормоза применялись на железной дороге. Мест не было. Я стоял с вещами в проходе общего вагона. Ехать было недалеко, всего 50 километров. Успокоившись после неудачной посадки, я думал о том, от чего я оторвался, что оставил и что ждёт меня впереди. Адрес техникуму помнил – улица Покровского, 14. Но где она, как я буду добираться с такими громоздкими вещами, я не знал. А это теперь больше всего меня беспокоило. Но, несмотря на беспокойство, переживания, я всё же смело делал первые шаги в новой для меня области жизни. Это качество потом прошло через всю мою жизнь. Пришлось изрядно попотеть, но с помощью людей, которые подсказывали, на какой трамвай сесть, я добрался до техникума. В комнате общежития, в который меня поместили, стояло 12 кроватей. Некоторые из них уже были заняты. И тут же я сразу познакомился с двумя парнями, почти моими земляками, с Иваном Сорокином и Николаем Степушкиным. С ними я сдавал экзамены. Они были мне приятны. Они были такими же крестьянскими парнями и примерно с таким же достатком. Около их кроватей стояли торбы с продовольствием. Учёба в техникуме – новый этап в моей жизни, вернее сказать, в моей духовной жизни. А что касается материального достатка, то он стал ещё скуднее. Хлеб по карточкам. Так как наш техникум был плодово-овощной, у него было много земли, на которой выращивали капусту, свёклу, картошку, огурцы. Всё это силами студентами обрабатывалось, собиралось и засаливалось на зиму. И в нашей студенческой столовой почти бесплатно были постоянно овощи, из которых мне больше всего запомнилась тушёная капуста, капуста, капуста. Дополнительно в магазине можно было купить повидло, какое-то неочищенное, продавалось из бочек и хамса. Я не был исключением. Так жили почти все мои однокурсники. Многие студенты старших курсов подрабатывали в подсобном хозяйстве и жили лучше нас, первокурсников. Эта наша материальная жизнь не была главной. Она оттеснялась на задний план, даже забывалась в постоянной занятости чтением, занятиями. Мы не роптали, а жили какой-то перспективой на лучшее будущее. А была ли жизнь в настоящем? Да, была и довольно бурная, напряжённая и интересная. Для нас, деревенских пареньков, была открыта дорога к знаниям, о чём я и мои товарищи тосковали, живя в сельской неустроенной и безграмотной жизни. Тяжёлая деревенская жизнь и очень ранний труд. На двенадцатом году жизни я уже сапожничал на правах ученика у хозяина, испытывая не только тяжесть труда, но и унижение, оскорбление. Был причиной тому, что мы рано созревали в понимании жизни и в серьёзном по-взрослому подходе к ней. Лев Николаевич Толстой правильно отразил этот кусочек жизни крестьянских подростков. В богатых классах, пишет он, молодые люди до 25 лет и более не сознают себя ещё большими. Совсем наоборот в крестьянском классе, где уже в 15 лет малый жениться и становится полным хозяином. Меня часто поражала эта самостоятельность и уверенность крестьянского парня, который, будь он умнейшим мальчиком, в нашем классе был бы нулём. Нам были созданы условия для развития духовной жизни, в которых мы могли превращаться из этих нулей в равноправных граждан, в личности, осознающей своё человеческое достоинство. Мне повезло встретить человека умного и доброго в лице директора техникума Пилюгина Петра Андреевича. Мне повезло потому, что не повезло ему. Дальневосточный партизан, он попал в лапы жестоких белогвардейских офицеров. Его пытали, вырезали мышцы ног. Он ходил на полусогнутых ногах. В Москве он окончил институт красной профессуры. Занимал большие должности, но имел слабость. Страдал алкоголизмом. Но это были редкие приступы, которые он тяжело переживал и месяцами мог держаться в нормальном состоянии. Это был глубоко философский мыслящий человек. Читал он у нас политэкономию. Читал прекрасно. Поражал глубокими знаниями политэкономии, философии, истории и классической литературы. Мы все глубоко его уважали. По его рекомендации я впервые начал читать Шекспира и Бальзака, Гюго, Гёте, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, на которых он часто ссылался в курсе политэкономии. Политоэкономическим категориям он передавал жизненность. Перед нами раскрывались действия живых человеческих личностей. После его лекций я спешил в библиотеку, чтобы захватить рекомендованную им литературу. Читал много, но не быстро. Часто приходилось задумываться. Не хватало необходимой базы, чтобы легко схватывать прочитанное. Сельская семилетняя школа сказывалась на моем образовании. Но мои старания не казались безрезультатными. На мой ответ обратил внимание Петр Андреевич. Как-то после одной беседы, на которую он сам вызвался, он стал давать мне книги из своей библиотеки. Он часто приходил по вечерам к нам в общежитие и умел очень весело и остроумно вести с нами беседы. Вопросы морали, отношения к религии, что тогда было модно, политики, выплывали в этих беседах как бы между прочим. В этот период я основательно, насколько позволяла моя подготовленность, приблизился к пониманию произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. К Плеханову наш директор питал особую симпатию. По его рекомендации уже тогда я прочитал произведения Плеханова к вопросу о монистическом взгляде на историю и о роли личности в истории. Конечно, штудировали и конспектировали все, что выходило от Сталина. Вопрос о ленинизме Сталина была нашей настольной книгой. Нашими кумирами были герои гражданской войны Чапаев, Ворошилов, Будённый, Фрунзе, Павел Корчагин и многие другие. Читая об их подвигах, я часто думал, почему я родился поздно. Я хотел быть рядом с ними. Мне казалось, что я способен на подвиги. Мы читали книги, в которых главными героями были революционеры, бесстрашные борцы, часто жертвовшие своими жизнями во имя счастья трудового народа. Книги «Войничевод» Джованниоли Спартак переходили из рук в руки. Вся история проходила перед нами, как ожесточенная, непримиримая, кровавая классовая борьба за свободу против угнетения эксплуатации мракобесия. В нашей русской истории мы знали героев, которые возглавляли борьбу против иностранных завоевателей и против внутренних крепостников-помещиков-царей. Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Багратион, Болотников, Разин, Пугачев. Им мы поклонялись, на их примере воспитывались, формировались наши патриотические мысли и чувства. Из нашей русской литературы нам рекомендовали, а мы брали и читали, прогрессивно настроенных писателей, поэтов Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Чехова, Салтыкова, Щедрина, Успенского. В их произведениях мы находили критику отношений неравенства, несправедливости, невежества, жестокости помещиков и буржуазии. 19 век мы воспринимали как век борьбы декабристов, Герцена, Белинского, Набролюбова, Чернышевского за поиски нового общественного устройства. Книга Чернышевского «Что делать?» занимала важное место в воспитании социалистических представлений об обществе, семье и новом человеке. Конечно, особое положение воспитания моего поколения занимала история большевистской партии. В техникуме мы ее штудировали по учебнику Кнорина Ярославского. Многое из решений съездов, из докладов Сталина, из произведений Ленина приходилось заучивать но изусть или почти дословно. Подробнейшие конспекты были обязательно. Прочитаешь, перепишешь, прочитаешь конспект, и тогда все легко запоминается. Память наполнялась определенными знаниями, из которых создавалось наше миропонимание, мироощущение. Оно было довольно прочно потому, что эти идеи ложились на благодатную психологическую почву, которая была создана самой практической жизнью. Бедность нашей жизни, из которой наше поколение вышло, это факт. Но причины ее объяснялись прошлой жизнью, дореволюционным эксплуататорским буржуазно-помещичьим строем. А настоящее – это усиленная попытка выбраться из этих старых отношений и создание общества, в котором никогда не могла повториться прежняя несправедливость. Идеологические построения совпадали с психологией молодых людей, вышедших из рабочих и крестьян, сформированной в условиях обыденной жизни. Я глубоко верил в справедливость идей марксизма, в такие его принципы, как интернационализм, коллективизм, патриотизм, гуманизм, равенство, справедливость. Замечал ли я и мои товарищи отражение действительности, репрессии? Да, их нельзя было не заметить, но они находили с нашей тогдашней точки зрения вполне логические доказательства. Так наше сознание было запрограммировано на определенную предвзятость. Если я видел, слышал, что говорят не то, что есть в действительности, и начинал сомневаться, то старший товарищ мне говорил – так надо. Зачем выворачивать наши недостатки перед лицом врага? Мы были голодны и раздеты, а сводки выполнения годовых и пятилетних планов давали радужную картину. Но мы видели действительно немалые достижения, особенно в области индустриализации страны. Так этот принцип «так надо» прошел через многие годы моей жизни и жизни моих сверстников. Он был основан на полном доверии партии, которая ничего не может такого сделать, что было бы не в интересах трудового народа. Наше молодое сознание все еще формировалось на революционном отрицании старого мира. А это всегда в истории увлекало, прежде всего, молодежь. О репрессиях мы знали только то, что подавалось в средствах массовой информации. Сообщение партии и правительства о заговорах принималось с полным доверием и одобрением. Мы искренне возмущались, особенно после того, как читали в газетах допросы обвиняемых, в которых они полностью признавали свою враждебную деятельность. Мы и подумать не могли, что наши органы НКВД могли применить пытки. Это противоречило гуманным принципам большевистской марсистско-ленинской партии, в которой мы искренне верили. В 1937 году меня избрали секретарем комсомольской организации техникума. В комсомол я вступил еще в седьмом классе. Почему меня избрали секретарем комитета комсомола техникума? Учился я хорошо, успешно выступал на семинарах по общественным наукам. Но непосредственным толчком был следующий факт. Отмечалась очередная годовщина Парижской коммуны. Готовилась к конференции с участием студентов и преподавателей. Мне поручили подготовить доклад и выступить. Выступали там и другие. Но мой доклад всем понравился. Имея хорошую память, я почти не пользовался написанным текстом. Другие просто читали. На второй же день директор техникума пригласил меня к себе и сказал, кто хочет рекомендовать меня комсомольскому собранию на пост секретаря комсомола техникума, работающий секретарь оканчивал техникум и перед сдачей государственных экзаменов просил освободить его от этой должности. В это же время был разоблачен Троцкийский параллельный центр во главе с Пятаковым, Радоком, Сокольниковым. Готовили митинг студентов и преподавателей техникума. Коллектив должен был выразить свое отношение к этому событию. Мое выступление после выступления зауча техникума становилось необходимым. Я добросовестно готовил эту свою речь. Повторяя идеи газетных статей, я обвинял их в черной измене Родине. Они могли повернуть колесо истории вспять. Это было тогда модным выражением. Реставрировать капитализм, поставить хозяинам в деревне Кулака, отдать советских крестьян в Кулацкую кабалу. Борьба против линии партии было самым страшным обвинением. Они имели связь с фашизмом и с помощью иносемных штыков пытались расширенить СССР, свергнуть власть рабочих и крестьян. В общем, подбирал самые грубые выражения, как, например, подлейшие из подлых, троцкистские собаки и тому подобное. И все это я выражал вполне искренне и верил в то, что говорил. На митингах я выступал с большим эффектом. Я многое запоминал и потом как бы импровизировал. На фоне выступления Зауча, который читал по бумажке, боясь сказать какое-то не совсем удачное слово, мое выступление вызвало бурное одобрение. Я был очень доволен. А вскоре в техникуме был разоблачен преподаватель по военному делу Заремба. Из его же личных рассказов я знал, что он был офицером царской армии, а в гражданскую войну перешел на сторону Красной армии. Это был спокойный, интеллигентный, всегда подтянутый, аккуратно одетый, гладко причёсанный и выбритый человек. Он с нами часто беседовал по вечерам в общежитии. Рассказывал о военных походах, о жизни великих полководцев. Он знал хорошо военную историю и увлекательно рассказывал. Он пользовался у нас, студентов, авторитетом. Его арест был для нас полной неожиданностью. Как же так? Может ли быть такое? Это никак не совпадало с его поведением, с его рассказами, в которых всегда чувствовался патриотизм и вера в идеи коммунизма. Этот момент я очень переживал. Как мне выступать? Клеймить позором человека, которого я уважал и не верил, что он какой-то враг? Отказаться тогда от выступления – это большой риск оказаться пособником врага. И я пошёл к директору, в честности и порядочности которого я никогда не сомневался. Я прямо ему сказал, что не могу выступать. Он подумал и сказал, будет выступать зауч и предправкома. Сам директор по этим процессам не выступал. Нас собрали в самой большой аудитории, и зауч в своём выступлении говорил, что враг народа Заремба умело маскировался, скрывал своё подлинное вражеское лицо, искусственно приспосабливался, втирался в доверие к студентам и преподавателям. Его посещение общежития и беседы с нами были истолкованы как коварный метод работы среди молодёжи по распространению троцкистских идей. Слушая эти слова, я думал, не ошибка ли это органов? Но нет, наши органы не могут так ошибаться. Хотелось задать такой вопрос. Но выражать слух сомнений мне, секретарю комитета комсомола, это невозможно. Ведь когда приходила информация об арестах больших начальников, мы воспринимали всё это как-то отстранённо. Но вот когда дело коснулось Зарембы, у студентов сразу появилось своё мнение, втихую начались серьёзные обсуждения. Через год проследовало разоблачение антисоветского право-троцкистского блока. Генеральный прокурор Вышинский вёл допрос Бухарина, Рыкова, Ягода и других. Судебный процесс был открытым, и все подсудимые признали себя виновными и подробно рассказывали о своих злодеяниях. Рыков признавал, что существовала военная группа во главе с Тухачевским, которая была связана с их троцкистским центром и которая ставила своей целью использование войны для низвержения советского правительства. «Наше сношение с немцами, — говорил Рыков, — должны были всячески стимулировать военные нападения. Общая цель — реставрация капитализма. Во всё это нельзя было не верить. Народ был глубоко возмущён. В своём выступлении по этому процессу я привёл слова признания Бухарина. Он очень жалостливо говорил. «И вот я стою перед вами, убитый, опозоренный своим преступлением. И ещё что-то такое, вызывающее жалость». На второй день завуч сделал мне замечание. Эти слова не надо было приводить. Они могли вызвать жалость к врагу народа. Всюду проходили митинги, осуждающие эту враждебную деятельность. Принимались резолюции, как правило, единогласно и в массовом порядке публиковались в печати. Никто из нас не сомневался в справедливости суда, по приговору которого было расстреляно 20 человек. Я без всякого сомнения воспринимал теорию Сталина о том, что чем дальше мы будем идти по пути социализма, тем больше будет обостряться классовая борьба. Противников социализма советской власти было всё ещё много, как внутри страны, так и за рубежом. Теперь доказано, что многие из репрессированных были действительно врагами советской власти. И перед угрозой готовящегося наступления на Советский Союз Сталин не мог допустить существования враждебных группировок к тылу страны. Несмотря на все эти мрачные факты, страна жила бурной, созидательной жизнью при высокой активности народа. Труд, учёба. И в то же время находили время для весёлого отдыха. Массовое стахановское движение. Совещание стахановцев по отраслям. Совещание передовиков сельского хозяйства. Борьба за 7-8 миллиардов пудов зерна. Съезд колхозников-ударников. Награждение передовиков промышленности и сельского хозяйства. Героические подвиги советских лётчиков. Мужество и героизм советских людей на станции Северный полюс под руководством Попанина и многое-многое другое создавало атмосферу положительной напряжённости, в которой отставать, работать, учиться плохо, просто позорно, невозможно. Я тоже жил в этом героическом оптимистическом настрое. Для меня не были пустой фразой слова Павла Корчагина из произведения Островского «Как закалялась сталь» о том, что жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь. Многократно, везде и всюду повторяющаяся идея приоритета общественных интересов над личными в конечном итоге овладевала моим сознанием. И я был готов к такой жизни. Меня со второго курса техникума перестало удовлетворять тихой жизнь техникума. Мне хотелось чего-то большего. Через комсомол тогда набирали парней в школу НКВД. Меня пригласили для беседы к начальнику. Он долго беседовал со мной, сказал, что по всем статьям я подхожу, но одно мешает, в очках не берем. Тогда я делаю вторую попытку поступить в военное училище. Готов был в любое, которое предложат. Меня пригласили к военкому, теперь уже не помню какому, районному или областному. Он предложил мне поступать в Ленинградское военно-инженерное училище. Я дал согласие, надеясь, что в инженерных войсках не такие строгие требования, как в строевых. Местная медицинская комиссия меня пропустила. Вскоре мне выписали командировочные удостоверения, проездные билеты, сухой паек на дорогу. И я поехал. В училище меня поразила чистота, порядок везде и во всем, богатство оборудования, самого помещения. В такой столовой я никогда не был и такую еду я никогда не ел. Постоянно мясные блюда, замечательное общежитие, замечательные постели. Две недели мы проходили медицинскую комиссию, занимались строевой уставами. Причем порядок сразу был введен в военный. Подъем, умывание. Завтрак, политинформация. Потом по врачам. По зрению я опять не прошел. После того, какую жизнь я тут увидел. Для меня заключение медицинской комиссии было большим ударом. Сюда я шел не только побуждаемой патриотическими чувствами, симпатии Красной Армии, но и по материальным соображениям. Мои протертые штаны светились как решето. Ботинки стоптаны и порваны. Пиджак мелюксиновый. Все это жалко выглядело по сравнению с курсантским обмундированием, на которое я смотрел с завистью. Кроме всего прочего, стыдно было возвращаться в техникум, как забракованному. Не приняли. Не будешь каждому объяснять, почему. А ведь я был на виду, секретарь комсомольской организации. Девушка, с которой дружил. Пришлось все пережить, перечувствовать и опять браться за изучение овощеводства, плодоводства, земледелия, техпереработки и другие сельскохозяйственные дисциплины. Решил прекратить всякие другие поиски и сосредоточиться на избранной специальности. К тому же в материальном отношении мне повезло. Секретарю комсомола, райком комсомола, стал платить 70 рублей в месяц. За зиму я купил брюки, ботинки, рубашки, шарф. Вообще сознание молодежи 30-х годов формировалось на отрицании частной собственности. Мы ее не имели и были безразличны к ней на обсуждение индивидуализма и приобщение к коллективному сознанию. Необходимость этого и полезность подтверждалась повседневным опытом жизни. Коллектив иногда даже излишне вмешивался в частную жизнь. Диктовал, как жить, кого любить и как любить. Мне, как секретарю комитета комсомола, приходилось заниматься разбором дел комсомольцев, которые касались не только учебной производственной дисциплины, слабой успеваемости, но и урегулирования любовных отношений. Употребление алкоголя даже в незначительной степени считалось нарушением комсомольской морали и становилось предметом осуждения со стороны коллектива. Этот конформизм воспринимался нами как должное, как необходимое, укрепляющее нашу организацию. Так она нами осознавалась, и поэтому все это не стесняло нашу свободу. Других вариантов отношений мы не знали. В соответствии с таким сознанием внутренне мы были свободны. Я действовал, исходя не из своих личных интересов. Помнил о том, чтобы они не расходились с интересами общества, коллектива. Общество не препятствовало достижению моих целей. Получить образование, выбрать специальность, определиться на работу по специальности. Оно способствовало всему этому. Общество определяло наши экономические потребности. Они были ограничены теми условиями. Когда они удовлетворялись, мы были довольны. Сложнее было с удовлетворением духовных потребностей. С одной стороны, общество создавало безграничные возможности во владении знаниями, наукой, культурой. Мы были убеждены, что успех зависит только от способности самого человека. Тогда психологическая, педагогическая науки убеждали нас, что возможности каждого человека безграничны, и он может все. Были бы желания, упорство, воля. С другой стороны, существовал определенный идеологический канал, по которому мы двигались, из-за предела которого наша духовная жизнь не выходила. Справа и слева от него проходили враждебные нашему духу теории, идеи, суждения. В марксистскую науку я верил. Эта логически стройная теория захватывала мое воображение во взгляде на всю историю общества. С точки зрения дилектической логики становились понятными самые сложные проблемы в историческом процессе. Она подкупала своим гуманизмом свободой от эксплуатации человека человеком. Она открывала перед нами коммунистический идеал. В него мы верили. Эту веру всячески поддерживали соответствующими отношениями, особенно нравственными, духовными. В этом отношении древний греческий философ Эпиктет был прав. Человек в любых условиях, богатство или нищеты, власти или рабство, сохраняет внутреннюю независимость от этих условий и духовную свободу. Альтернатив мы не знали, и поэтому их не допускали. Вместе с тем формировался и второй слой общественного и индивидуального сознания, в котором прочно обосновывались идеи непримиримой классовой борьбы, не терпящей компромиссов. Признание справедливых освободительных войн, революции, необходимость насилия, которая распространялась на межклассовые и межгосударственные отношения. Все эти идеи и отношения рассматривались как необходимое средство и способы для достижения гуманных целей, коммунистических идеалов. В 30-х годах руководители партии и правительства увлекли за собой народ действительно прогрессивными лозунгами, соответствующими интересам масс. Но имеющуюся власть стали использовать в корыстных целях. Практические действия стали отходить от теоретических положений. Масса стали понимать это, но уже было поздно. Вместе с использованием энтузиазма людей, верящих в светлое будущее, стали действовать насилие и страх. Последний был направлен против сомневающихся. Мы, молодежь, не были в этом числе, но возникала какая-то осторожность в словах и поступках. Все наши действия оценивались с политических позиций, и мы это понимали как необходимое в условиях ожесточенной классовой борьбы. Неизвестно, кем был поврежден портрет Сталина. Это событие было расценено как действие замаскировавшегося среди нас студентов врага. Выброшенная газета с портретом вождя быстро, с оглядкой, убиралась. На учебнике по истории партии была нарисована полуобнаженная женщина. Комитету комсомола пришлось проводить расследование и выяснять, кто же мог сделать этот враждебный выпад против партии. Я лично не верил, что эти действия были сделаны с определенной целью, но заниматься ими и осуждать их, то есть публично выражать свое отношение, к комсомольской организации надо было. Осуждение неизвестного лица выражалось в резкой, громкой форме. Так мы тогда выражали свое чувство возмущения. Это был стиль и мода. Слабые тихие выражения могли вызвать подозрения в сочувствии к врагу. Кроме этого политического налета, учеба, жизнь проходили нормально. Преподаватели были квалифицированными специалистами и хорошими педагогами. В основном все в годах. Они исправно выполняли свои обязанности, и я не видел, чтобы они вмешивались в политическую жизнь. Особенно мне запомнился преподаватель по плодоводству Паршин. Добрый, всегда с улыбкой, подробнейшим образом он и интересно, излагал он жизнь плодового дерева от корней до цветка. Очень требовательный был преподаватель по овощеводству, который выставил мне отличную оценку и публично хвалил. Комсомольская работа занимала много времени. Бесконечные вызовы в райком комсомола, инструкции, указания, семинары, в техникуме заседания, собрания. Тогда работу оценивали по количеству проведенных мероприятий и сколько разоболочено врагов народа. Проверки были бесконечные. Несмотря на такую занятость, я учился успешно. Получал отличные и хорошие оценки, но больше отличных. Весной, летом и осенью мы много работали в своем подсобном хозяйстве. Вдоволь наедались овощи, яблок. Помидоры, яблоки, картошку набирали в карманы, пазухи. Этого не разрешалось сделать, но преподаватели, руководящие практикой, закрывали на это глаза. Мы втроем стояли на квартире у одной еврейской, очень доброй, хорошей семьи. Хозяйку звали Яхна, молодую дочку ее Роза. Все, что приносили с огорода и сада, мы отдавали хозяйке. Она готовила для всей семьи. Мы садились вместе с ними за общий стол и очень приятно ужинали. В клубе часто демонстрировались кинофильмы. Студенты посещали их бесплатно. Все картины были глубоко патриотичны. Каждый фильм мы смотрели по нескольку раз. Особой популярностью пользовался фильм Чапаев, который можно было смотреть бесконечное количество раз, и все с неослабевающим интересом. Уж больно импонировал он нашему революционному настрою. В городе Жиздро, рядом с которым находился техникум, часто выступали артисты. Приезжал Леонид Утесов со своим джазом, и нам, комсомольским активистам, поручали раздать билеты на первый советский джаз. Мы с радостным криком и шумом восприняли выступление Утесова. У нас была организована художественная самодеятельность. Спектакли, насколько мне помнится, не ставили. Были созданы хор и оркестр народных инструментов. В хоре пели русские и украинские народные песни. Среди студентов было много украинцев. Коронными номерами были «Запрягайте хлопцы кони» и «Вечерний звон». А в струнном оркестре светит месяц. Танцы устраивались только в летнее время, да и то редко. В эту пору мы много работали в саду, на овощном участке. Запомнился один веселый эпизод. Недалеко от нас располагался городок танкового училища. В один из вечеров к нам на танцы пришли курсанты училища. Рослые, подтянутые, в военной форме, которые тогда пользовались большой популярностью. Они сразу привлекли наших девушек. Ревность, драка. Нас было больше, и мы дома. Мы их так погнали, что им пришлось позорно бежать, прыгать через забор. Сколько гордости и веселья было, когда кто-то из студентов обнаружил на заборе с колючей проволокой клок штаниной защитного цвета. У нас было много переростков. Некоторым студентам было по 25 и 30 лет. В драке я непосредственно не участвовал, но удобрительно к ней относился. Завуч настаивал разобрать зачинщиков на комитете комсомола. Я все оттягивал это дело до тех пор, пока острота не прошла и о нем не забыли. В драку я не ввязался потому, что был начальством. Если бы это случилось, то вся вина легла бы на меня, как на организатора, хотя драку никто не организовывал. Она возникла стихийно, но тем не менее на комсомольской организации мы драку обсуждали, даже трем студентам вынесли выговор. Я же вообще избегал подобных столкновений. Отрицательно относился к выпивке, к курению, к скандалам. Часто осуждали на комсомольских собраниях моего земляка Сорокина, любители выпить. Считал их диким пережитком прошлого. К физкультуре относился положительно, но участвовал в ней только тогда, когда это были плановые занятия. Кроме этого, не хотел тратить на нее время. Заняв определенное, хотя и невысокое по положению место в комсомоле, я мечтал стать членом большевистской партии. Эта мечта была связана с моими убеждениями и, конечно, с будущей карьерой. Членство в партии, как я уже тогда понял, было связано с большими возможностями для продвижения в жизни или в своей специальности, или в науке, или по служебно-административной линии. Но членство в партии для меня также означало принадлежать к лучшим, передовым, самым чистым и справедливым людям нашей страны. Мне импонировала эта характеристика коммуниста. Я был честен, любил справедливость. Наверное, у меня было от природы такое предрасположение. Условия моего детского бытия не могли меня научить этому. Они были чаще несправедливы, чем справедливы. В техникуме это мое моральное качество с бытийного уровня начинало переходить, формироваться в определенные принципы на рефлективном уровне. Я верил в принцип единства слова и дела. Часто приходилось вступать в спор со своими друзьями, товарищами по учебе, комсомолу, которые иногда в связи с каким-то житейским фактом говорили примерно так. Пишут одно, делают другое. Я пытался находить оправдание каждому решению партии и правительства. Я им верил и понимал их действия как жизненно необходимые. Я был убежден, что рабоче-крестьянское правительство не может принимать решения не в интересах трудящихся. Это было мое первое сознательное вхождение в жизнь. Мне хотелось верить в справедливость, и я верил, что она есть. Неопытность и доверчивость молодости. Так формировалось мое большевистско-сталинское сознание. Большое влияние на формирование моего мировоззрения оказали лекции директора техникума Пилюгина. Он читал не только политэкономию, но и диалектический материализм. Ознакомил нас с идеями предшественников марксизма – Канта, Гегеля, Фейербаха. Философия меня увлекла. Я пытался разобраться в первоисточниках марксизма. Прочитал и законспектировал работу Энгельса «Людвиг Фейербах» и «Конец немецкой классической экономии». Свой путь я уже тогда определил основательно. Эта основательность обеспечивалась тем, что я не только читал и слушал, но и сам готовил выступления, выступал, пытался убеждать других, наконец, как говорят, и сам убеждался. Выступал я хорошо, подбирал образные примеры. Уже тогда, по совету Пилюгина, я ознакомился с некоторыми приемами ораторского искусства. Он мне посоветовал прочитать некоторые выступления Луначарского, Плеханова. Но главное в успехе, пожалуй, было не это, а то, что я верил в то, что говорил. Мой авторитет держался на хорошей учебе и общественной популярности, в том числе и среди девушек. «Физически я не был силен, тут я не мог выделиться. Сказались детские годы, когда я страдал малокровием, студенческие годы с вечным недоеданием и мое пренебрежение к физкультуре и спорту. Может быть, я и понимал их пользу, но не занимался потому, что не все удавалось. А хуже других я не хотел показаться. В этом я проявил излишнее, а теперь, я бы сказал, глупое самолюбие. Девушки со мной охотно знакомились, гуляли, не отвергали. Один раз я подслушал разговор обо мне двух девушек. Мария Умнова была старше других, чрезмерно полная, всегда улыбающаяся. Она пользовалась авторитетом. Отлично, легко осваивала все предметы без исключения, от математики до гуманитарных наук. Она говорила, Надя Шевченко, Гриша будет хорошим мужем. Как видно, их привлекала во мне моя надежность. Но я жениться нищим не собирался. У меня были намечены планы поступить в институт. Теория и практика. Техникум я окончил успешно. Попал в число 5% студентов, которым разрешалось поступать в институт, не отрабатывая положенных 3-4 года по своей полученной специальности. Этим правом я не мог воспользоваться. Нужно было поработать, чтобы поребрести кое-что из одежды, обуви. Назначение я получил в Череповец, в Кубинский район. Многие студенты получили назначение в северные районы страны. Тогда решалась задача продвижения садоводства в холодные края. Морозоустойчивые, мичуринские, кизюринские сорта были предназначены для этого. Примером, маяком служил плодовод Кизюрин, который разводил карликовые сады на севере страны. Как оказалось потом, этот метод совершенно бесперспективен по своей нерентабельности. Ехал я на работу на один год, и все же у меня была какая-то надежда сделать что-то нужное, полезное. В районе меня назначили агрономом районного земельного отдела по плодоводству. Главный агроном Райзо Толенский в первой беседе со мной сказал примерно следующее. Садов у нас в колхозах и совхозах нет. Есть любители садоводы. У них что-то получается. Ваша задача помочь нашим хозяйствам в разведении садов. Желание такое у многих имеется. Этот человек произвел на меня приятное впечатление. Мужчина средних лет сидел основательно за столом. Лицо круглое, энергичное, умное, с весовым выражением. Как видно было, он легко и успешно справлялся со своими обязанностями. Мои первые впечатления потом полностью подтвердились. Осенью я занимался закладкой молодых садов в одном совхозе. Я помогал это делать в качестве консультанта. Опыт мне подсказал написать статью в районную газету. В ней я рекомендовал наиболее устойчивые против морозов сорта яблонь. Выбор участка, планировка, закладка сада. Моя инициатива, статья понравились главному агроному. Он одобрительно отозвался о ней и выразил надежду, что это новое дело для района сдвинется с места. Лето и осень в этот год были прекрасны. Только в самое отдаленное хозяйство я ездил на машине всегда с кем-нибудь из Райзо. Больше ходил пешком. Кто-то подвезет на машине, другой раз на телеге. Природу я любил с детства. Мне нравилось все. Даже в голых полях я находил своеобразную прелесть. Особенно мне нравилось заходить попутно на Кубинское озеро. Большое, чистое, по отлогим берегам. Чистейший желтый песок. Вокруг зеленый лук. Ходил или сидел я там и все больше думал о своем будущем. Я всегда больше думал о перспективе. Настоящее мне представлялось как нечто временное. В нем я жил для своего будущего. Вот и тогда. Работа, заботы о ней часто оттеснялись подготовкой к будущему. Со мной всегда была книга не по агрономической специальности. Я готовился для поступления в какой-нибудь гуманитарный институт. О работе тоже не забыл. Но перспективы в ней не видел. В Череповце я познакомился и подружился с молодым человеком, который был старше меня лет на 7-8, за техником Барановым. Он окончил зоотехнический институт. Работал там же, где и я. Не был женат. Любил выпить, попариться в банке. Не упускал момента даже свою работу каким-то образом использовать для развлечений, удовольствий. Жил, как мне казалось, только настоящим. Ни в работе, ни в семейной жизни перспектив не строил. Мы с ним были разными людьми. Ему во мне нравилось то, что я не замыкаюсь в обыденности. Ему было интересно со мной разговаривать, как с молодым человеком, который был весь в мечтах. Он часто подчеркивал в разговоре с сожалением, что ему якобы уже не о чем мечтать. Мне в нем нравилось его внимание ко мне, его опытность, которую он никогда не выставлял как достоинство, и тем более не старался давать уроки. Я как-то даже завидовал его беззаботной веселости. Сходит в баню, попарится, выпьет чарку и доволен сверх берегов. Начинает рассказывать о своих холостяцких похождениях. Жизнь дается один раз, часто повторял он, и от нее нужно взять как можно больше удовольствий. Тут мы с ним расходились. Он видел удовольствия и удовлетворял их в настоящей бытийной жизни. Мои удовольствия были связаны с созданием базы для будущего. Я опускал все, что мешало этой цели. Это часто выглядело слишком прямолинейно. Но другой вариант выбора я все равно не принимал. В райзо я впервые столкнулся на практике с принципами моего управления, характерными для командно-административной системы. Каждый специалист земельного отдела выполнял не только свои специальные функции, но и общие административные, касающиеся района в целом. Последние забирали значительно больше времени. Шел Сефа-Зимых. Меня, как и других специалистов, посылали в качестве уполномоченного от райисполкома в колхозы-совхозы как толкача и собирателя свода к оходе Сева. Приезжаю в одно хозяйство, спрашиваю председателя, почему он отстает с Севом. Напоминаю срок окончания Сева, установленный райисполкомом. Спрашиваю, сколько посеяно, сколько осталось. Председатель отвечает бодро и уверенно, беря цифры с потолка. 70% посеяно, через 2-3 дня закончу. Еду в другое хозяйство. Там ведется примерно такой же разговор. Разница только в том, что председатель прежде всего интересуется, как там у Васильева. 70% посеяно. У меня 90%. Через день-другой закончу. Так и доложи районному начальству. Существовала гонка. Кто первый доложит об окончании Сева? Опоздавших вызывают, ругают устно, в печати. Приезжаю в район, докладываю результаты. Главный гроном звонит тому председателю, который отстает в Севе. После некоторого назидания согласует цифры выполнения с прибавкой. Район тоже не должен оказаться в отстающих среди других районов. Также форсировали вспашку под зябь. Получалось так, что работы выполнялись, исходя из возможностей хозяйств, а сводки опережали действительное их выполнение. Никто из уполномоченных не старался уточнять эти ложные цифры. Не было смысла. Низкие показатели все равно не будут приняты. Да еще специалистов уполномоченного обвинят и пошлют обратно в хозяйство. Сиди там, отвечай, толкай, обеспечивай, докладывай. Мой друг-зоотехник Баранов легко с усмешкой относился ко всей этой чехарде. Он мог даже не выезжать в хозяйство и давать данные, а если поедет, то не упустит момента, чтобы хорошо погулять. Вместе с председателем выпьют, закусят и разойдутся друзьями. Высокие показатели будут обеспечены. На мои раздумья обо всей этой фальше Баранов отвечал спокойно. Примерно так, что я еще молод, неопытен. Все сводилось опять же к формуле. Так надо. Надо хозяйству, чтобы его не ругали. Надо району, чтобы его похвалили. За всем этим стояли люди, думающие и заботящиеся прежде всего о прочности своего положения, о своей карьере. Но не забывали и о деле. Теперь для меня странно, что я тогда не прибегал к обобщениям. Мне казалось, больше того, мне хотелось верить, что порядки в этом районе нетипичны. Эта уверенность поддерживала центральную печать, которая выступала с критикой местных деляг, бюрократов, очковтирателей. Эти отрицательные явления преподносились как отдельные случаи. Существовала в моем сознании какая-то общая справедливость, заложенная в социалистическом строе. А все частные случаи зла, с которым мне приходилось сталкиваться, это лишь эпизоды, против которых борется большевистская партия, советские органы власти. Мне тогда не приходилось сталкиваться со злом, исходящим от высокопоставленных начальников. Они для меня представлялись воплощением добра, справедливости, гуманности. О личной жизни своих вождей, об их семейных служебных отношениях мы ничего не знали. Мы видели их на трибунах, слушали их речи, в которых содержалось много хорошего, справедливого. Я стал притираться постепенно и как бы по необходимости к этим практическим условиям жизни и работы. Вот пример. Всю осень я старался выполнять план закладки молодых садов. Тогда шла кампания про движение садов в северные районы страны и планы были нереальны. Слабым колхозам было не до этого, а какие посильнее не верили в эту затею. Ссылались на факты. Некоторые энтузиасты у себя на огороде пытались развести сады. Одним кое-что удавалось, а большинство приходило к печальным результатам. Яблони вымерзали. Там, где шла закладка сада, все работы проводились вручную. Колхозники, в основном женщины, лопатами копали ямы. Осень была холодная. Все чаще и чаще собирался выпадать снег. План оказался выполненным всего процентов на 50. Главного агронома эта цифра серьезно смущала. В разговоре, между прочим, сказал, что в одном хозяйстве ямы выкопали, а посадочный материал не завезли. Он ухватился за этот факт, как утопающий за соломинку. Так в чем же дело, сказал он. Весной завезем материал и посадим. Пиши 70% выполнения. Я так в сводке и написал. Первая очка втирательства под благовидным предлогом. Я даже не почувствовал, как попался в эту ловушку нарушение совести. Зима прошла то за составлением различных сводок, то в разъездах по самым различным поручениям райкома партии, райкома комсомола, райсполкома. Главные заботы были сдача зерна, картофеля, молока, засыпка семенного фонда, условия содержания скота, проверка жалоб и многие другие вопросы. Я от этих поездок серьезно страдал. У меня было старое, изрядно потертое осеннее пальто. Новое зимнее не успел приобрести, мне всегда было холодно. Регулярно читал районную газету. Это небольшая газета, всего четыре полосы. На одном развороте отражала жизнь района, внешние и внутренние положения страны. Газета имела очень большое значение для жителей района. В деревнях немногие выписывали центральные газеты, а вот районную почти все. «Райком комсомола привлекал меня для проведения бесед с рабочей молодежью и с колхозниками, главным образом по материалам постановлений решений партии и правительства, пленумов ЦК. Как-то мне предложили выступить на каком-то активе комсомола с теоретической лекцией. Я долго готовился. Она была посвящена каким-то проблемам морали. Не помню, как она называлась, но ясно представляю, как я использовал произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, начиная от немецкой идеологии и заканчивая детской болезнью ливизны в коммунизме. Свои выступления перегрузил цитатами. Сначала меня слушали, затем шумок все более и более нарастал. Я терял влияние на аудиторию и от этого еще больше смущался. Голос становился каким-то робким. Чувствовал, что проваливаюсь, еле-еле дотянул до конца. За столом президиума сидела секретарь райкома комсомола, которая несколько раз призывала аудиторию к порядку. Этот случай здорово ударил по моему самолюбию, и я долго не мог забыть его. Знания, необходимые для данной аудитории, у меня были, но не было достаточно опыта выступления перед массовой аудиторией. Я больше старался показать свои знания и меньше думал о том, а нужны и интересны ли они слушателям. Я бросал в аудиторию хлесткие фразы, которые мне нравились, но, как потом оказалось, не оказывали ожидаемого влияния на присутствующих. Помню один из таких моментов. Почему-то вдруг я стал рассказывать, как Маркс и Энгельс создавали свой труд немецкую идеологию. Скорее всего потому, что мне очень понравилась мысль основателей марксизма о том, что, создавая этот труд, они прежде всего старались уяснить проблему для себя. И если она не выйдет в свет, то они, без сожаления, подвергнут ее грызущей критике мыслей. Последние слова я произнес с особым пафосом, рассчитывая, что уж они-то должны понравиться молодежи. Реакция была прямо противоположная. Раздались в некоторых местах аудитории смешки, которые меня смутили окончательно. Но публика была все же благосклонна ко мне. Пожалуй, она поняла мой конфуз и проводила с трибуны аплодисментами, а секретаря кома публично поблагодарила меня неизвестно за что и пожала мне руку. Наверное, так было принято. Я был недоволен собой больше всех присутствующих. Секретарь райкома поняла мое состояние и пыталась как-то успокоить и ободрить. После этого случая предложения для выступления мне поступали от того же райкома. Я выступал. Но теперь мои речи были более конкретны. Я стал больше учитывать не свой интерес, а любопытство тех, перед кем выступаю. Мораль, этика, этикет стали основными вопросами моих бесед. Теперь случалось, что я приходил очень довольным своим выступлением. По этой дисциплине мне удалось прослушать ряд публичных лекций, которые организовывала библиотека техникума. Основа была заложена. Я ориентировался в материале и мог выбирать нужное, интересное, необходимое. Учась техникуме, когда он находился еще в Орле, я прослушал при областной библиотеке курс лекций по русской литературе. Особый интерес у меня вызывали лекции старенького, седого и очень благородного интеллигентного Давид-профессора, который читал лекции о Пушкине и Лермонтове. Я старался не упускать ничего, из чего можно было что-то узнать и познать. Эта привычка у меня осталась на всю жизнь. Держалась под моральным контролем партии личная, семейная жизнь. Нарушение семейных уз грозило исключением из партии, смещением с должности. Жены, мужья, которые изменяли им, пьянствовали, дебоширили, обращались не в суд, а в партийные органы. Измена в семейной паре считалась глубоко моральным поступком. Нарушение коммунистической морали считалось несовместимым с пребыванием в партии. Тогда такой порядок сохранения семьи считался положительным явлением. Право на развод существовало, но им пользовались в крайних случаях. Расторжение брака, особенно со стороны мужчины, на всю его жизнь оставалось грязным пятном в его личном деле. При смене места службы начальство другого учреждения предприятие могло и отказать в приеме по этим мотивам. Под покровом этого порядка существовали тайные связи, измены супружеской верности, может быть, не меньше, чем когда-либо. И все же о проституции не могло быть и речи. Такого страшного позора тогдашнее общество допустить не могло. В таких отношениях мы жили и считали их необходимыми. Думается мне, что такой порядок в семейных отношениях возник в ответ на обвинение коммунистов в обществе жен. Из пропагандистской печати радио мы черпали сведения о том, что действительная тайная общность жен проституции существует в капиталистических странах и что нас, семейный быт, строится в соответствии с требованиями к коммунистической морали. В этих условиях бытия, материального и духовного, я, молодой человек того времени, других вариантов семейных отношений не представлял, если иметь в виду их общую направленность развития. Со многими частными случаями я был несогласен и в душе их осуждал, когда делалась попытка соединить несоединимое в супружеских отношениях. Строгие рамки поведения существовали и для молодежи. Что одевать и как одеваться, какую иметь прическу. Все это было стандартизировано. Мы не знали других мод, и поэтому этот установившийся порядок нас не стеснял. Девушки-студентки только слегка подводили брови, губы красили так, чтобы это было не так заметно. Украшений, кроме простейших бус на шее, не носили. Одна из студенток у нас техникуме яркой краской подкрашивала ногти на руках. За ней ухаживал какой-то ассистент из пединститута. Говорили, что он дарил ей духи. Ее поведение вызывало осуждение. Ребята с девушками дружили тайно. Нельзя сказать, что эти отношения запрещались. Существовала какая-то атмосфера стеснительности. Обнять девушку в присутствии посторонних считалось как нечто выходящее за рамки приличия. Скромная одежда, не раскрывающая чрезмерно тело женщины, ее недоступность создавали ореол таинства вокруг нее, который юноша стремился разгадать. Все это составляло как бы внешний экран нравственности. Для многих он был единственным, внутренним и внешним. Но продолжала существовать и скрытая от внешнего взора мораль. Многие люди и тогда жили по двойной морали. Для нас, молодежи, эта двойственность была неизвестна, она глубоко скрывалась. Мы не знали, что часто видели перед собой людей в масках, сделанных из официальных требований. Работа агронома, да еще со средним образованием, больших перспектив не открывала. Если бы я пробыл там год-два, то наверняка бы женился. Уж больно одна из комсомольских работников, райкома, добивалась моей дружбы, любви. Она старалась удержать меня в Череповце неофициальными и официальными уговорами. В райзо у меня были стычки с главным агрономом, были упреки, претензии с его стороны ко мне. Я, конечно, не все делал, как нужно, что-то не вовремя выполнял, был занят подготовкой в ВУЗ, много читал. Отвлекающих моментов было много, но когда я подал заявление об уходе, он решительно воспротивился. И только тогда, когда я предъявил документ о том, что вхожу в число 5% окончивших техникум, которые имели право поступать в высшие учебные заведения, не отработав трех или пяти лет на должности агронома, он согласился отпустить меня и подписал мое заявление. Но совершенно был не согласен с тем, что я хочу изменить профессию. Он стал меня убеждать, что профессия агронома самая нужная, ценная, интересная. Он говорил искренне, с полной верой в то, что говорил. Он действительно любил свое дело, работал творчески, побуждал нас к введению нового из науки и практики. Повысить урожайность полей, развести сады, сделать район богатым было его целью. Достижение ее он верил. Имел свои недостатки, характерные больше не для его личности, а для тех отношений, в которых мы тогда дожили. В июле у меня на руках уже был вызов на вступительный экзамен Московский институт истории, философии и литературы. Смело и далеко взмахнулся, но, как потом оказалось, не по силам. Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Сухоруков Григорий Михайлович Литературная обработка Станислав Смоляков Конец второй части Читал Олег Лобанов Сухоруков